Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Буквально накануне обсуждала возможное повышение пенсионного возраста Считает секретарь общественной палаты Валерий Фадеев Что повышение это неизбежно Я так понимаю, что вопрос только в сроках Официально объясняется тем, что те нормы, которые есть сейчас Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 Они принимались в 20-30 годы прошлого века С той поры продолжительность жизни выросла Пенсионеры все равно работают И было бы неплохо, если бы они продолжали это делать Пенсионный фонд таким образом избавится от нагрузки определенной И возможно даже от дефицита, который есть Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, с точки зрения того, насколько реально вообще Принятие вот этих вот норм И продление нашей рабочей жизни С другой стороны, насколько вам кажется это справедливым? Сразу возникает вопрос До выборов президента как-то скромно об этом говорили А сейчас все отпускается, все вожжи, все вперед, все повышаем Неправда, мы говорили о повышении пенсионного возраста Я имела в виду, да, но не так, что уже со сроками Что, так сказать, идет законопроект И сейчас уже многие заговорили Я не только имею в виду на сайте Там общественная палата Да много перечислять очень можно Нужно опускаться на землю Вот, может быть, существует определенное Тут, наверное, должны медики дать свое какое-то заключение Когда мужчины в возрасте до 65 Вот какой-то критический Когда просто очень многие уходят Вот эту категорию у нас дожитие Знаете, сколько лет пенсии рассчитаны? Мы ее должны как минимум 19 лет после пенсии получать Так вот, многие ли доживают это, получают дожитие От этого зависит и размер пенсии Естественно, если тебе будут дольше платить У тебя и размер пенсии будет меньше Как это будет связано? Поэтому, конечно, где-то равняются на другие Значит, я знаю, что в Беларуси принято Тоже поэтапное повышение вот этого возраста Но ведь мы почему-то не говорим О состоянии здоровья тех людей Которые выходят на пенсию Да, они выходят, так сказать Кто-то говорит, дольше дожитие Там прожитие, так сказать, да, идет Но они в каком качестве? Сегодня ведь работают люди не от того, что у них хорошее здоровье И они вот полны сил И вот энтузиазма Не хотят уходить на пенсию Да, и не хотят Они хотят только потому, что на существую пенсию просто не прожить Поэтому здесь пересекается очень много социальных вопросов Пенсионный фонд – это пенсионный фонд Ведь есть еще другая социальная У нас сегодня работающие пенсионеры Занимают и имеют зарплату Если они еще не ушли на пенсию То есть уже не дополнительная какая-то работа По основной Неплохой заработок Они остаются работать И у нас получается затычка с молодыми кадрами То есть они занимают чьи-то рабочие места Почему в советское время Да, вот эта сменяемость У людей была достойная зарплата Вот если сегодня рассматривать вопрос о достойной зарплате Многие, может быть, сразу и ушли Потому что работать тяжело После такого достижения возраста определенного Поэтому это комплексное решение И кто говорит, что да, повысим У нас сегодня молодежь Многие не могут найти рабочие места Но опять же не потому, что они не хотят работать Потому что не соответствуют оклады первоначальные Молодежь, которая приходит, учителя, врачи Ну, бюджетники, если начать Они же начинают с минимальных окладов Потому что у них нет ни стажа Ну, там тарифная сетка, да? Конечно, конечно И если раньше у нас Ну вот на некоторых предприятиях Пытались даже доплачивать Но я речь о категории рабочих беру Пока у него нет разряда определенного Доплата какая-то шла, чтобы заинтересовать Так вот если у нас не будет такой заинтересованности Поощрительной системы То есть если молодой специалист начинает работать И как-то себя проливляет Чтобы была система поощрения его Чтобы было заинтересовано Чтобы он оставался, приходил работать Сегодня же учителя начальных классов Ведут по две параллели Не потому что от жадности Не потому что есть здоровье На пределе уже все Только потому что не хватает учителей начальных классов Я уже беру хотя бы начальное звено Выявили одну проблему Молодежь останется без рабочих мест Я говорю о здоровье О здоровье, что работают не потому что они хотят А потому что не прожить на такую пенсию Еще один момент, который эксперты отмечают Это то, что людям в России после 45 лет Довольно сложно найти работу То есть человек в возрасте от 60 и выше Если он не остается на своем рабочем месте Кем он пойдет работать? Если его не выпустят на пенсию в 60 Ну, безусловно, работодатель Если есть специалист и хороший Он заинтересован, что он сейчас и держит А с другой категории, конечно Куда эти люди пойдут? Ну, во-первых, у нас и сокращается бесконечно В разных сферах и предприятиях и так далее Люди выброшены Их не в состоянии будут обеспечить Профессионально Основной вопрос все-таки здоровье Состояние здоровья, да? Да, потому что среди моих знакомых К сожалению, это мужчин Многие до 65 не дотягивают Вот какая-то граница, я не знаю Тут медики могут, наверное, дать Какие-то более четкие, профессиональные Да, обоснования Но это, увы Как бывает там критический возраст Один, второй Ну, организм, может быть, перестраивается Или еще какие-то причины Хорошо В таком случае, как вам кажется Вот я просто вижу на сайте КПРФ Что депутаты фракции КПРФ в Госдуме Внесли законопроект о введении моратория На повышение пенсионного возраста До 25 года И неком мониторинговом периоде Когда будет изучаться вот как раз Безусловно Рост, рост жизни Должно очень все подробно быть Да По здоровью, по состоянию Будем говорить в комплексе И о молодых нельзя забывать Хорошо Вы как прогнозируете Примут законопроект от КПРФ или нет? Нет Так Потому что сегодня В Государственной Думе Из 450 депутатов 42 коммуниста Ну, от нашей фракции К сожалению, наши инициативы Взять детей войны Другие, так сказать, наши инициативы Их просто не пропускают В таком случае, ваши прогнозы Все-таки повышение пенсионного возраста Состоится или нет? Если да, то в какие сроки? Ну, выборы состояли с президентом Протаскивать будут постепенно Знаете, кошки не сразу хвост обрубают Да, как гуманно, под частями Так что у меня иллюзий нет Ну, то есть мне уже готовится, да? Ну, увы То, что выбрали люди Теперь будут, да Смотреть за эти 6 лет Много, что мы увидим Хорошо, будем следить за тем Что нам подарит федеральная власть В этом смысле Переходим к городским событиям Если у нас 2 минуты до перерыва Я бы хотела начать Со вчерашнего заседания Комиссии Гордумы Постоянной комиссии По строительству, благоустройству И инженерной инфраструктуре Члены комиссии вчера Обсуждали изменения В правила внешнего благоустройства города Там много интересного всего Но вот Достаточно живую Такую дискуссию Как сообщают наши коллеги Вызвало Обсуждение вопроса О возможном запрете Размещения Нестационарных торговых объектов На придомовых территориях Почему? С одной стороны Вроде бы есть Огромное количество людей Которые жалуются Вот на эти киоски Наверное, все Кроме ключа здоровья Где воду продают Что там и фуфныриками Кто-то торговал И еще что-то было Елена Ковалева вчера отмечала Что были такие жалобы С другой стороны Размещение Таких объектов На территории Придомовой Дому самому Приносит Определенный доход То есть Предприниматели платят Видимо арендную плату За размещение Своего объекта На участке А жители Соответственно Полученные деньги Тратят на что-то Ну свое Условно говоря На то От чего Не могут Может быть Они отказаться И на то Что город Не оплачивает Вы как думаете Убирать Или оставлять Потому что Вчера Я так поняла Не пришли К единому мнению Я могу сказать Здесь шашкой Махать Бесполезно Вот почему-то Городская у нас Администрация Очень долгое время Я была депутатом Городской думы У меня был городской Огру Когда я была депутатом Законодательного собрания Вот эти продажи В фунфыриках В этих объектах Которые находились По красной линии На самих улицах Рядом с остановочными Павильонами И так далее Где шла торговля Этими фунфыриками Так называем И никто не мог А знаете почему Вы немножко поторопились Сказать Что мы ушли От федеральных Так сказать Проблем Как раз проблема Фунфыриков Это проблема Федерального закона Федеральных властей Потому что Не регулируется продажа Дело в том Что если мы с вами Захотим отрегулировать Продажу Вот этих фунфыриков Да Ой Вы прямо принесли А вы знаете Я прямо принесла Потому что Вот что значит Появление Я с уважением Отношусь к депутатам Я сама против Продажи Вот так сказать Эти фунфыриков Но знаете Где произведено Вот это А где В Казахстане Актюбинская область Указан значит Гражданин Который Производитель Его дом И с квартирой Вот это нам нужно Казахстан поддерживать Да Вот такими Лосьонами Или там Тониками И так далее Да У нас Почему На федеральном уровне Нет защиты Мы сегодня Защищаем Так называемых Предпринимателей Которые Спаиванием Занимаются Население И так долго Госдума Никак не может Сориентироваться К какой категории Отнести Вот это Косметическое Средство Для смазывания Волос Значит Укрепления И так далее Процент Значит И сразу Этилового спирта Указано 75 процентов Так вот Не полиция Никто Единственное За что Могут Штрафовать Как бы Искать Если вот Этот фунферик Будет продаваться Там предположим За 15 За 30 Рублей Ну подождите С киосками Ты ведь боролись Которые Торгуют И вроде Даже успешно Боролись Кто вам сказал Ну как кто Они сейчас Перешли В мини-маркеты Они перешли В мини-маркеты Которые Заселились В жилые дома То есть Вы маленькие Магазины у дома Мини-маркет Который внутри дома Находится И который Занимается Вот я принесла Марина Сергеевна Давайте так Но все-таки Не все Не все Мини-маркеты Занимаются А я вам скажу Кто занимается Как только появляется Такой мини-маркет В радиусе Буквально Там 30-40-50 метров Вот эти Появляются Фунфырики Это вот показатель Заваляющиеся бутылочки Конечно За уголок зашли И тут же Так сказать Опустошили жаждущие То есть Если видишь Бутылочки рядом Магазин То есть Большая вероятность Они пытаются Да Но на каждую хитрость Есть хитрость Так сказать Достаточно пройти Потому что Раньше их не было И вот если Федеральный у нас Закон такой Который позволяет Вот этим заниматься Торговать Этим мини-маркетом Потому что Мы должны поймать За руку Если это продается Там не за 80 рублей А там 30 Или еще сколько-то Да дешевле Вот это нарушение Якобы А то что идет Спаивание И кто будет стоять Извините Со свечкой За какую сумму Круглосуточные Работающие эти магазинчики Мини-маркеты Вот это Как раз проблема Федерального закона И который Ничуть не заботится О своих Гражданах Только защищает Так называемых Предпринимателей Из Казахстана Которые находят Своих Так сказать Благодетелей И у нас В России Ну мы к этой теме Жестко К этой теме Да Марина Сергеевна Еще вернемся Я думаю У нас сейчас пауза Небольшая Через полминуты Особое мнение Они вот эти Перебираются Не в киоски А вполне нормальные Помещения Нежилые В многоквартирных Домах Поэтому решение Оставлять Оставлять Вот нестационарные Торговые объекты На преддомовых территориях Или нет Что значит Нестационарные Вот эти торговые объекты Но это киоски Киоски На чьей земле Они находятся На земле Которая относится К дому К жильцам Собственники У которых есть Они определяют Вот если здесь Есть нарушения Вы знаете Я не встретила Может быть Только один Единичный факт Когда жильцы Вроде пусть стоит киоск Они там с этого Что-то имеют Ни один нормальный Жилец Для этого совет Дома есть Не потерпит Чтобы на территории Их Дома Рядом На земельном участке Находились Вот эти торгаши Почему А где гулять Детям Если мы хотим Порядок навести Но если находятся Киоски Которые Кафе Вот сейчас Очень модно Маленькое С собой На вынос Кофе Или еще Выпечка Чтобы ты забежал Где-то Вот у нас Октябрьский 95 Благодаря тому Что у нас На территории Нашего земельного Участка У дома Мы смогли Снизить плату За остановку Общедомовых Приборов Учета Мы смогли Оборудовать Спортивную площадку Там Ура Мария Сергеевна Фотографии Я принесла Это мы Немножко Если в продолжении Будет темы У нас На капитальный ремонт Замена электропроводки Которая была Мы тоже использовали Эти средства Вот эти Которые вы получили От аренды Именно Да То есть у нас По договору И вот в этом отношении Ведь все прозрачно Все видно На что это расходуется Не то что кто-то захотел Там какие-то себе Ну не знаю Сверх что-то делать Поэтому надо смотреть Индивидуально И вот так отмахивать Что все вот закрыть А потом Значит смотреть А вы подходите И с жильцами Если Наверное проводите Общее собрание Кто готов терпеть Вот таких торгашей Я думаю никто не готов Я думаю никто Они сами будут Инициативу проявлять Чтобы таких арендаторов Убрали Или поставить Такую аренду С учетом Чтобы они сами ушли Но лишать И речь идет Не только о земельных Участках Об этих нестационарных Объектах Но и рекламных Да Вот сделано Две глупости Когда сказали Запретить Размещение рекламы На квитанциях Кто-то не учил На федеральном уровне Было принято А я не думаю Что там все хорошо На федеральном уровне Знаете Это вот Что означало Когда на квитанции Размещена реклама То есть Квитанция Бесплатной получается Ведь это же бумага И когда оплачивается реклама Квитанция становится Для жильца Дешевле Другое дело Что некоторые Управляющие там Обслуживающие организации Берут это себе Мы Марина Сергеевна Просто не задумываемся Потому что печать на бумаге И донесение квитанции До квартиры Тоже куда-то включено Отсеки голову Так сказать Хотя это была возможность Удешевить Размножение Так сказать Раздачу Вот этих квитанций Точно так же Если на здании Жилом Появляется реклама Значит Кто должен Первый У нас еще в городской думе Было значит Все рекламные Должны быть согласованы Тем более Если они выносятся На основную На улицу На это здание Со стороны улицы Значит Должны быть четкие правила Как она должна выглядеть Да Что там Там содержаться И так далее Но размещение Самой рекламы На здании Оно приносит доход Дому Опять же Жильцам Почему решать нужно Это Если эта реклама Извините Не спиртное Так сказать Да Рекламирует А вполне Какие-то приятные Так сказать И полезные Порой вещи Если еще Она хорошо сделана Хорошо сделана Поэтому Надо было Принимать решение О том Что эта реклама Должна У нас же есть Муниципальная Городская реклама Которая согласует Конечно согласует А уже зарплату Как сказать Получаемый доход Должны жильцы От этого иметь Ведь если сегодня Государство кинуло Все эти дома Вот КПК ремонт Повешен сегодня На всех Кто-то забыл Потом кто-то вспомнил Что оказывается Дома стареют Их нужно ремонтировать Да При этом по закону Их должны были Отремонтировать до того На момент Перекладывать на жителей В том-то и дело И вот сегодня Снова все это Рушить И бросать И еще отбирать У жильцов Которые инициативные Граждане Конечно мы получим Мне говорили Где-то у нас процентов Только 20 домов Имеет управление Старше По дому Там советы И так далее У остальных Нет желания Горения такого Так вот Вы поддерживаете Тех Кто пытается Что-то сделать Улучшить Условия проживания А потом будут ходить И говорить Какой красивый двор Какие Тут хорошие Активные жильцы Поэтому я считаю Нельзя одним махом Принимать такие решения Убрать Подключайте Жильцов Этих домов Проводите Общее собрание Для этого у нас Муниципалитет Чтобы мнение Жителей узнать На что это полезно Но вот к сожалению С этими фунфериками Когда жильцы Тут и живущие Почему они не имеют У нас в доме Получается два магазина Кому это нужно А вы как-то Пробовали с этим бороться К сожалению У нас сегодня Не прописаны Эти жесткие правила Что мы У нас и Октябрьский раздел Ну назову по старому Полиция находится Рядышком Но они сегодня Не могут Занять Федеральный закон Не позволяет Сегодня Принимать меры Те Которые бы позволили Избавляться Вот от этой гадости А это сегодня Идет деградация Общества Кто сегодня Ведь даже Не надо Я утром рано Прохожу По Октябрьскому проспекту Да Там еще один Мини-маркет Угол Мопры И Октябрьский проспект Не знаю Как там сейчас Называется Кафе Былу Богатырь В последнее время Я что-то не ходила Он открывается В семь часов Так там уже В половине седьмого Оказывается Такие любители Утреннего кофе Соответствующие Которые Подождите В половине седьмого Нельзя еще продавать спиртное А продают А их Ну не знаю У нас оказывается Видим Большие любители Выпить утром Чашечку кофе Что они приходят Жажда мучит Да В половине седьмого утра В кафе Наверное и можно В это время нет Поэтому Определить режим работы Я уже поднимала Этот вопрос Мы не имеем права Мы ограничиваем Предпринимательскую деятельность Вот когда у нас Все с ног на голову Поставлено Когда нет договоренности С жильцами Те кто тут живет А ведь это тоже Показатель того Как люди относятся Они хотят Защитить и себя И окружающих Соседей и детей Говорят Вот нельзя В общем киоски Во дворах оставляем Но смотрим Чтобы это были Добропорядочные Предприниматели Это надо как раз Перепоручить жильцам Чтобы они решили И я думаю Здравый смысл Большинство жильцов За то чтобы Убирать вот этих Не знаю У меня уже слов не находятся Как это определение Еще им дать А если это например Маленькое Так сказать Кофе Где можно купить мороженое Или еще посмотреть Что в этом плохого Ну я Напомню Слушателям нашим Что городская дума Принимать Изменения В правила благоустройства Будет по моему 30 мая То есть на следующей неделе И по итогам Вчерашнего заседания Комиссии по благоустройству Вроде бы Какие-то изменения Вот те Которые вызвали Наиболее живые дискуссии Собираются Скорректировать Скажу Вот тогда депутаты Вот если будет потеря Средств Вот не от таких А действительно Где жильцы получали Да Депутаты готовы Свои личные средства Вкладывать Вот они должны Подумать об этом Марина Сазонтова Первый секретарь Кировского горкома КПРФ В нашей студии Мы до перерыва Успеем еще одну тему Обсудить На генплан города Намерены выделить На разработку его Более 14 миллионов рублей Накануне стало Об этом известно 2 миллиона Даже почти 3 В этом году 7 в следующем И 5 еще В 2020 Ну собственно говоря В этом году будет анализ Той документации Которая когда-то Очень давно Разрабатывалась А со следующего года Начнется уже видимо Более активное Такое проектирование Марина Сергеевна Вы можете ведь Рассказать наверное Да Есть генплан Кирова развития Или нет Потому что вот У нас эксперты Расходятся во мнениях Постоянно Кто-то говорит Нет генплана Кто-то говорит Есть Ну во-первых Он есть Он хороший Или он уже Устален Я могу сказать Даже вспоминая Когда у нас К 600-летию Города Кирова В 74-м году 1974-м Был принят И в комсомольском племени Даже писали Я сохранила этот разворот Какие перспективы Были у города Что запланировано Было достаточно интересно Я честно говоря Вот оттуда знаю Только то Что город должен В южном направлении Развиваться В сторону Нововятска По-моему так Ну это уже Более поздние Вариации Ну например В том В 74-м году Планировалось построить Путепровод Улицы Профсоюзной Над домашстройзаводом 1-го мая Вывод сразу Налепсе Вот такой был Интересный проект Для того Чтобы вот эту Разгрузить И так далее Вот тогда Думали об этом В городской доме Когда вот я была Депутатом Этот генплан Принимался Рассматривался И привлекали Специалисты А вот этот Этот генплан Это более Поздняя версия Уже не 74-го года Да конечно Меня знаете Что поразило Вот когда у нас Работал на телевидении И Анатолий Иванович Дзюба Был председателем Горосполкома Я готовила сюжет Для центрального телевидения Тогда Да мне поручали О развитии Как раз Какие у нас Перспективы И Анатолий Иванович Дзюба Рассказывал О том Какая у нас Зеленая зона Это вот историческая часть И не должно появляться Никаких высотных домов Она должна сохраниться Не знаю Может быть новоделы Там если уже дома Не поддаются Но как-то сохранить Вот нам Этот облик Я вот помню Как в 90-е Начиналась застройка Исторического центра Вот возле Оврага Тошки небольшие домики Да-да-да И когда я стала депутатом У нас стали там Появляться высотки Я говорю Ну было же решение Горосполкома Вы знаете Как Это было в другой стране Марина Сергеевна А мне без разницы Это все-таки Советская власть Или не советская Это народные депутаты Принимали это решение Это было решение такое И мне пытались сказать Что у меня что-то С памятью плохо Что не было такого И эти высотки Стали возводиться везде Что там Крым у нас Что там 20 И так далее И так далее Столбы стоящие В центре Вот это историческое Поэтому когда у нас Один принимает Ну состав Или еще период Этот генеральный план Другие приходят И все сметают Что это не надо И у нас Появляется Такая точечная Застройка Хотя есть там Утвержденный генеральный план Что вдруг Кто-то что-то Прихватил Там когда-то Было приватизировано Вот такого Не должно быть Потому что Если есть генплан Надо четко Его придерживаться Он есть Но я так понимаю Что сейчас уже В работе Использоваться не будет После того Как примут Вот если бы посмотреть Что там фактически Наложения Какие были Было бы интересно Сравниться Поставить Поэтому то что план Нужен Но в любом Нет сомнений Но если это для галочки И потом чтобы тут же Его подписать и забыть И в заместимости решать Так сказать По усмотрению По желанию По согласованию И так далее То это будет пустая трата денег Вот только могу сказать В общем 14 миллионов Не должны быть выброшены на ветер Марина Сазонтова Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Вице-спикер законодательного собрания Области пятого созыва В нашей студии У нас небольшая реклама И мы вернемся Особое мнение На 101 фм Марина Сазонтова Марина Сазонтова В нашей студии Мы продолжаем Ну наверное Городскую тему Тему мусора Тему приборки Тему благоустройства Мы темой субботников Продолжим Марина Сергеевна Июньские субботники В Кирове продлили Точнее так Субботники в Кирове Продлили на июнь До 10 июня Будут они проходить 2-го 10-го По-моему там Связано это с тем Что готовимся мы К празднованию Дню города Дня России И в общем Много было жалоб Конечно на то Что к майским праздникам Город убрать не успели Ну в том числе Недавно был совершенный рейд В парк имени Кирова Елена Ковалева Представитель Ленинского Терруправления Сергей Торохов Руководитель Ленинского района Еще много кого Ходили и парком Остались недовольны Вам как кажется Вот Я в последние годы Очень редко вижу В дворах Такие дружные компании Которые выходят С граблями С лопатками Потом Сжигают Вот этот собранный мусор Или собирают его В мешки И выставляют Я вижу эти мешки Но я честно говоря Не вижу кто их набивает У меня ощущение Что это не жители Что это все таки Терруправление И мне кажется Что в этом году Как раз уборка города К майским праздникам Она немножко подзадержалась Именно из-за неактивности Жителей Ну я не совсем В это согласилась Погода внесла Свои коррективы И когда собирались Конечно Да Потому что Почва же впитала Очень много влаги Извините По грязи топать Все это Соскребать Влажное Когда эльф Все таки подсыхает Но это один из моментов Надо разделить Потому что Или наш двор Или все таки Парки Которые Да Это муниципальная среда И разделять Если раньше Закрепляли За предприятиями За учебными заведениями Какое-то было шефство И Садили аллеи Даже там называли Промышленных предприятий Ну различные Ну как минимум Выходили весной на уборку Выходили Да Вот сегодня Ситуация изменилась Мы в капитализме живем Так И такой энтузиазм Когда давайте Значит все Говорят Вот платите Выйдут И сделают У меня Это давняя Кстати Идея Когда Штрафы заменить Отработкой на общественных Да Приборки Города Потому что Сегодня Если мы штрафуем Людей Да Штрафуем И там за какие-то Административные Подминистративные И так далее Это из семьи Деньги берутся Кому-то проще заплатить Марина Сергеевна Чем стоять С грабельками Или метлой Ну я считаю Вот если те Кто и сами Еще и мусорит Так сказать Самое дело И перебираться В таких общественных местах И я кстати Предлагала Нашей администрации Города Что-то вроде Показательного суда Устроить Какое У нас же есть Видеокамеры Когда мы с вами Весной идем Буквально виден створ Там 5-9 этажный дом Из окна Каких-то Значит Этих этажей Этого створа Выкидывается Весь мусор На улицу Поставьте вы камеру Зафиксируйте И устроите Показательную Так сказать Трепку Этим людям Заставив их Не штраф А прибираться Какая хорошая идея Эту камеру Можно переносить Вы понимаете Чтобы приучать Не только призывами А уже наказанием Но наказание Это такое Соответствующее Не штраф А приборкой Марина Сергеевна Вы знаете Мне кажется Немножко невоплотимо Все-таки Потому что Люди Которые выбрасывают Мусор из окна Вниз Это скорее всего Люди несознательные И возможно Это какая-то Не знаю Неблагополучная семья Это административная У нас есть Работать Тогда есть другие Например Меры наказания Если они не выполняют Там включается Уже другая система Наказания Но по крайней мере Я ведь не за то Чтобы всех подряд Хватать Я понимаю Разбираться Но для кого-то Нет Для кого-то Будет сам факт Что ты можешь Попасть под это наказание Остановит хотя бы Что не больше В окно Кухни Форточку Выкидывать Все то Что ты начал готовить И то что тебе Не потребовалось Там же мы видим Очистки Я уже даже Перечислять не хочу Вот Это одно То есть надо Сегодня максимально Использовать Кто может В этих парках Прибираться И следить за чистотой Я знаю Что у нас Летом Ребят привлекают К уборке Чтобы они могли Заработать Ну это школьники Надо использовать Показывать Но когда они Видят Что ребята Прибираются Взрослые Тут же Пакостят И ведь в этом Еще одна беда Сегодня нельзя Штрафовать Нарушителя Если он в парке Мусорит Почему У нас нет В нашем законе 200 Если я могу ошибиться Об административных Наказаниях Не прописана статья В нашем областном Законе У нас нет Средств Чтобы нашей полиции Доплатить Средства И тогда она Начала бы Штрафовать Этих Нарушителей А в федеральном Законе Мы опять К федеральному Возвращаемся Полиции У сотрудников Внутренних органов Нет таких Полномочий Если они Начнут штрафовать Прокуратура Возмутиться У вас нет Полномочий То есть Если ты Не заплатил Регионе Полиции За то Чтобы она И за этим Следила То можно Безнаказанно Вот так Фактически Если только Не административка Там Чиновники Кто заметили Явных Нарушителей Не сможет нам Ничем помочь Вот ведь Еще в этом Беда Слушайте А если о парках Мы говорим Может все-таки Дело в том Что некуда Мусор выбрасывать Может урн мало Ну вы знаете Я в парк не иду С каким-то Большим количеством Такого Что я там Потребила У меня огромное Количество мусора Что я его Не в состоянии Донести дорожный Да Но в данном случае Не мешает Сегодня С пакетиками Тесли Я собираюсь Показать своим детям Пример Что я не буду бросать А это унесу Точно так же Я вот видела По аллее Октябрьского проспекта Молодая пара Которая шла с пакетиком Собачоночка-то маленькая Другие города Своих собачек Выгуливают Да Оставляя прямо На асфальте И кстати Хочу еще сказать У нас сегодня Любят кормить голубей Это прекрасно Конечно Но фекалии Они хоть и голубиные Они тоже фекалии И когда асфальт Весь загажен Потому что Кто-то очень любит Кормить их прямо На асфальте Насыпая Это тоже не дело Где-то на газоне Там даже весь газон Выклеван А хотела бы сказать Вот про наши Культуру субботников Да Во дворах Октябрьский проспект 95 Может кто-то Желающий прийти Посмотреть Это возле магазина Богатырь Где-то вот этот район Нет не Богатырь Это у Танка А у Танка Дома Танка Да-да-да Где продуктовая лавка У нас более 7 лет Ушло на то Чтобы как-то Начать раскачивать Не то что звать Там друзей моего сына Которые вот На моих глазах выросли Что 5-6 Вы давно живете С основания дома 5-6 человек Это было самое большое количество Кто выходил на субботник Вот за эти годы Когда нам удалось Опять же с помощью Тех вот Небольшого Нестационарного объекта Который у нас находится Вложить средства На оборудование Спортивной площадки Не с первого раза Мы выиграли этот грант Затратив почти 360 тысяч От города Получив 148 То есть Гораздо больше Нами вложено Да Оборудовали площадку Воркаут Три тренажера Там значит Волейбольная площадочка Баскетбольная Теннисный стол Значит Шахматный столик И так далее У нас правда Плач начал раздаваться Плач такой Когда малыши Не хватало Лопатки Или там чего-то Чтобы тоже Поучаствовать В субботнике В субботнике И я вот принесла фотографии Как раз показать Где счастливые дети В рабочем Кто что мог А у вас Слушайте У вас молодежи много Я смотрю на фотографии Да появились Потому что Старшее поколение Так это в приглядку Оно уже Так сказать Разуверилось И одно Поэтому Да Это поколение Вот особенно Когда мы конкурс провели Уже открытие площадки С медалями И вот в этот раз Когда вдруг Посчитали Что не хватает песочницы Во время субботника Мужчины съездили Купили доски Тут же Ну я Значит Бросила переходник Подключили Все Отшлифовали Сколотили Обрезали У нас появилась песочница Это у вас много народу Вышло на субботник Если могли Кто-то Да То есть кто-то В какой момент Подключается Кто-то подсаживает цветы Там кустарники Мужчины И вот это Наверное Какое-то единение Вы знаете У нас сейчас сидит Я правильно понимаю Что все эти изменения Они начались после того Как двор начал меняться В лучшую сторону То есть надо все-таки Раскачивали Раскачивали Когда мы капитальный ремонт Там значит Как-то привели Люди увидели Что это можно Взаимозачетом Что-то сделать Значит Вложить там Променяли Электрооборудование Ну Вся эти технику Там да Которые проводки То есть какие-то подвижки И тогда люди немножко Да Что действительно Мы можем что-то сделать К нам сейчас Во двор Очень многие приходят Даже ребятишки Школы Да И то Чтобы на тренажерах Там тренироваться Что-то поделать Бабушки Вы их не прогоняете? Конечно нет Нам выгодно У нас площадка Не вытаптывается Песочек волейбольный Можно поиграть Если сломались Теннисные сетки Я имею ввиду Настольный теннис Там крепеж Уля звонит Говорит Я купила Так что не волнуйтесь Мы уже сетку поставили То есть у людей Пошло Мы делаем Для детей Мы их учим Что можно Сообще много сделать Вы знаете Что сейчас Вся ребятня Здоровая Тетя Марина Здравствуйте Друг с дружкой Там еще кто-то Это ведь Воспитание ребят Что вот как много Мы можем сделать вместе Для себя В общем побольше Вы нам таких дворов Поэтому вот такие Непоказушные субботники Кстати к нам Постеснялись Ни телевидение Никто ни разу не приехали Хотя не у так Многих вот это все сделано Других показывают Но нам это не суть важно Нам важно Что удалось Что какой-то толчок Проявился И люди поняли Что делаем Чтобы вместе Учить детей Как можно жить хорошо Мне кажется Вот эту историю Можно не только Во дворах применять Ее можно и в парках Тоже применять Только сначала Что-то нужно сделать Потом показать Жителям Ближайших домов Да Что вот смотрите Что-то к лучшему Меняется Возьмите стадионы Стадионы Тот же стадион Марш 2 завода 1 мая Там же постоянно Зимой на лыжах Вот мы ездим Летом играют там Волейбольные и так далее И как там замусорен стадион Вот если бы Например всех тех Так пригласить Я думаю согласились Люди пришли И прибраться на стадионе И санями не стали бы мусорить Административная работа И информирование Провисает Да Да Но вот у нас Анну Тарасову Я хотела бы отметить Как раз из Октябрьского Терруправления Сейчас может или в городе уже Которая нас вот Все-таки раскачала Первый раз Да Мы не смогли Но со второго раза И вот уже идет Эта раскачка Поэтому субботники Это не показушно Когда там надевают Еще извините Логотипы там Своих партий И так далее Изображая их там Все снимая А вот когда вот так Ты пришел И действительно что-то сделал Почувствовал Что это нужно Другой никто Не сделает у тебя Из-за тебя В общем живо еще Это движение Но Оно другую же Трансформируется Да В редкие примеры Марина Сазонтова Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Вице-спикер Законодательного Собрания области Пятого созыва В прошлом депутат Кордума Двух созывов Была в нашем эфире В особом мнении Марина Сергеевна Спасибо Мы прощаемся Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...